Всем добрый вечер. Действительно большое спасибо, что все сюда появились, нашли время послушать, поучаствовать в данном мероприятии. Приятно видеть много знакомых лиц, лица своих студентов, лица преподавателей, поэтому буду искренне надеяться, что время пройдет не зря. Итак, тема моего доклада о роботе и перспективах обращения человечества называется достаточно, скажем так, забавно, но посмотрим, что может скрываться за этой забавностью, ну или за этой, может быть, несколько хулиганской формулировкой. По большому счету мы с вами рассмотрим для вопроса, что есть робот, что есть человек, ну и возможен ли между ними конфликт в принципе. Ну начнем с того, что в школе мы говорим о роботах. Что такое роботы? Бендера я сюда представил, все его любят, все его знают, даже гораздо больше, чем меня. Определений достаточно много. Я не то, что попытался их систематизировать, я попытался обозначить основные моменты, которые четко характеризуют именно робота или робот технические устройства. Я пройдусь по порядку. Итак, это автоматическое устройство, все в общем-то понятно, действует по программе, тоже все четко, получает информацию от датчиков, сенсоров и так далее, потом посмотрим подробнее, выполняет определенные операции, тоже в общем-то, ну и управляется. Каким образом управляется? Тут я немножко остановлюсь подробнее. Прописало жесткое программное управление, когда четко мы записали какой-то программный код, реализован может быть самыми различными способами, но, скажем так, что сказано, то и делает. Далее, мягкое программное управление. Здесь возможны уже вариации. Мягкое программное управление, интеллектуальное управление и предыдущая Гуринга Гутенберга, которая как раз была, так или иначе касалась вопросов нечеткого управления искусственных нейронных сетей. Ну и удаленное управление оператором. Здесь, конечно, пояснять не нужно. Сидит оператор, что-то делает, робот повторяет его движение. Глобально, если мы пытаемся разделить всех роботов на три составляющие, опять-таки, классификация достаточно условная. Промышленные роботы-манипуляторы, начиная от самых разнообразных. Первых, мануфактурных роботов, промышленных. Это могут быть сельскохозяйственные машины, подводные какие-то аппараты, батискапы, беспилотные летательные аппараты. Или же, с другой стороны, средства помощи, ну, допустим, хирурга при проведении операций. Все, что больше, может быть, подходит под класс манипуляторов. Далее, андроиды и киберги. Ну, начнем с того, что андроид, что такое андроид, это человекоподобный робот. Для чего делать роботов человекоподобными? Ну, я бы сказал так сначала, я, наверное, не знаю. Почему? Ну, наверное, было бы приятно видеть человекоподобного робота. С другой стороны, мы с вами должны понимать, кто мы такие. Мы продукт, причем прекрасный продукт эволюции. И уж коли нас эволюция сделала, вот такие две руки, две ноги, одна голова, ну, наверное, в этом что-то есть, и поэтому есть, наверное, какой-то смысл и в андроидах. Ну, а киборги, самый любимый и известный нами киборг-терминатор, по сути дела, это совмещение электрической, механической и, скажем так правильно, технической части и биологической части. Ну, и третий класс – программные роботы. Здесь сложнее. Программные роботы, начнем с того, что, скажем так, это могут быть невидимые роботы, которые сидят в интернете, это могут быть какие-то программные роботы, которые выполняют функцию, могут быть роботы, которые играют на бирже, или, например, роботы, которые вместе с вами, когда вы играете роботнушку, в какую-нибудь комплекс прайде делают с вами. Ну, и отдельно я отметил здесь искусственный интеллект. Это несколько отдельная тема, и искусственного интеллекта мы коснемся. Опасны ли роботы для человека? Безусловно, да. Очень. Как любое техническое устройство, как любой техногенный объект. Я вот здесь привел два достаточно интересных примера. Все они были с 2016 года. Ну, скажем так, это случаи нападения или вреда роботов людям. Ну, вот автомобиль Tesla. Реклама Tesla пошла. Компания Elon Musk. Самый, наверное, совершенный бестерут. Все очень здорово. Но вот в 2016 году, несмотря на то, что компания четко заявила, что это только тестовая версия машины и тестовая версия автопилота, нельзя на нее полагаться полностью. Но так или иначе этот автопилот водителя убил. Там много факторов разбирательства было. Причем компанию Elon Musk оправдали. Но так или иначе человек доверился роботу. Так получилось. Далее. Маленький толстячок робота 2016 года. Я думаю, что все, может быть, слышали. Первый случай нападения робота на человека. Было это в Китае на выставке. Ну, по большому счету, говорят, что это больше всего была ошибка оператора. Оператор неправильно поставил очажок, что должен делать робот. Робот в итоге поехал, разбил витрину. Охранник попытался загородить мужественно своим телом. Ну и робот в итоге его переехал. Поддавил ногу. По большому счету, наверное, можно и сказать обратную историю. Буквально только сегодня появилась новость о том, как человек напал впервые на робота. Это был заседатель одного из баров. Он вышел на стоянку, увидел робота-охранника, 140-килограммового, между прочим. Сбил его с ног и попытался навязать ему свою воду человеческую. Потом он объяснял полиции, что он инженер. Ему было просто интересно на то, как робот отреагирует на это. Так что, собственно говоря, 1-1 или 2-1, может быть, если так. Можно ли говорить о том, что конфликт между роботами и людьми не начал развиваться? Он, наверное, пока еще побеждевременно. Но я думаю, что никто из них не задает друг на друга никакой обиды. Естественно, проблемы безопасности. Ой, уж мы говорим о таких скобы технических устройствах. Волновали людей давно. И самое забавное, у нас есть с вами непререкаемые три закона робототехники. Законы были сформулированы, как это ни странно, писателям-фантастам. Русского происхождения Хайзеком Азимовым в 1942 году, в своем рассказе о фантастическом Хараоте. И вот три этих принципа закона робототехники сформулированы. Ну, давайте по порядку. Робот не может починить вред человеку. Или своим бездействием допустить, чтобы человек был причинен вред. О чем речь? Ну, скажем так, робот не может подойти и ударить человека. Это понятно. Бездействие. Теоретически робот может спрятаться, например, на крыше здания, подождать, когда будет проходить человек, бросить кирпич, а дальше темное дело совершит силу тяжести. Робот будет ни при чем. Поэтому бездействие здесь запущено именно в этом аспекте. Далее. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек. Здесь понятно, для чего иначе мы их создавали. Кроме тех случаев, когда приказы противоречат первому закону. Ну, и третий, последний закон. Робот должен заботиться о своей безопасности в разумных пределах. Через достаточно долгий промежуток времени, в 1986 году, был сформулирован следующий закон о робототехнике. И он, по сути дела, называет свой любой закон о робототехнике. Звучит он следующим образом. Робот не может подчинить вреда человека, если он не докажет, что в конечном итоге это будет польза для всего человечества. О чем идет речь? Ну, предположим, какой-то очень нехороший человек, большой диктатор, который очень сильно вредит человечеству, у него есть персональная дорога. Может ли робот избавить человечество от всей этой беды, наказав этого диктатора? Вот, согласно этому закону, то, конечно, да, и он должен это сделать. С другой стороны, основной парадокс заключается здесь в том, что мы понимаем, в каком хитром мире мы живем. И человек — это не только биологическое, это еще и социальное существо. Нам свойственно очень много, ну, скажем так, достаточно сложно поддающихся анализу действий, неоднозначных действий. Мы склонны к самопожертвованию, мы склонны к каким-то порой необдуманным поступкам. Если мы говорим про какие-то конфликты или, допустим, даже мирное время, мы склонны наносить вред предметам искусства, цивилизации друг другу. Я не только на физическом уровне, это может быть моральный уровень. Но что следует из этого? Ну, наверное, самое логичное, если бы у нас сегодня роботы и искусственный интеллект были в силе, оградить человечество от всего этого. То есть сажаем каждого отдельно взятого человека, скажем так, в золотую клетку, обеспечиваем всем необходимым и ничего более. Изолируем от общения, изолируем от действий и так далее. Парадокс. Несмотря на то, что вот это все вроде бы как фантастические вещи, как я уже сказал, в 1942 году были сформулированы фактически 100 лет уже этим принципом, они были действительно в основу робототехники. И вот здесь у меня Джефф Раскин представлен. Это достаточно известный... Не видно здесь как раз язык, к сожалению. По сути дела это про родители Макинтоша. Им были сформулированы два основных закона для человека ориентированных интерфейсов. Понятное дело, что, например, второй закон, ну, наверное, ни один из ваших компьютеров домашних не выполняет, да? Сидим, смотрим, вот как это, когда в конце концов что-то произойдет. Но, тем не менее, шутки шутками, но эти законы так или иначе сегодня ложатся в основу всей базы, нормативной базы, юридической базы по робототехнике и все, что связано в том числе с искусственным интеллектом. Ну, в общем-то, ему все абсолютно понятно. Есть робот, есть человек. Человек – это вершина творения. И авторитет человека перед роботом не прилегает. Параллель провели, разделили и понимаем, что ему свое место, а нам с вами свое место. Все очень здорово. Теперь давайте мы с вами посмотрим все-таки, насколько роботы похожи или, может быть, хотят быть похожи на людей. Насколько они приближены именно к человеку. Ну, начнем, наверное, с того, что и принимают решения. Когда я в самом начале говорил про основные признаки роботов, я уже обозначил, что если мы говорим про жесткое управление, здесь, наверное, нет никакого смысла говорить. Но если мы говорим про мягкое управление и про возможность роботов развиваться, про искусственный интеллект, то здесь возникают совершенно иные моменты. Ну, начнем с того, что такое интеллект с нашей точки зрения. Ну, самое главное, это общая способность к познаванию. Когнитивный, познавательный процесс, эмоции, психика, восприятие, мышление, воображение. Это все то, что относится к человеку. И здесь это непререкаемо. Что из себя представляет головной мозг? Это уникальное устройство обработки информации. Просто уникальное. Параллель, с одной стороны. Возможность работы с нечетко представленными данными. Возможность структурирования не структурируемой информации. Быстрый доступ к памяти. Ассоциативная память. Это просто уникально, что у нас сегодня есть. Ну, а если в цифрах, достаточно хитрая штука. И ни один современный компьютер близко не может приобрететься к мозгу человека. С другой стороны, искусственный интеллект сегодня позиционируется как свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые всегда раньше относились как прерыва человека. И вот последнее, скажем так, изыскание научное. Вот в Соединенных Штатах сделали первые нейроны. Нейроны соединили между собой с помощью, скажем так, искусственных синапсов. Что получили? Получили работающий искусственный нейрон. К 20-му году, говорят, получим мозг для компьютера. В чем хитрость? Ну, давайте так. Вот хотя бы даже не смотреть, какие возможности это раскрывает. С точки зрения физических параметров. Мозг большой, он хитрый, сложный. Но если мы сделали одну ячейку, тиражировать это мы можем. Мы можем сделать гораздо больше мозг машины, чем мозг человека. Да? Вопрос только в тиражировании. Вопрос следующий. Скорость обработки информации. Ну, если мы говорим про мозг человека, ну, передача сигнала между клетками, ну, по-разному бывает. Говорят километров в секунду примерно. Разные данные, разные клетки, ну, скажем так, километров в секунду. Если говорим про искусственные нейроны, то уже 10 тысяч километров. То есть, по большому счету, в 10 тысяч раз этот мозг будет быстрее. Что можно сделать? Ну, по сути дела, просто неограниченные возможности. Особенно, если мы будем говорить про искусственный интеллект и искусственный мозг не как что-то противопоставляющее человеческому мозгу, а как некоторая добавка. Некоторая, может быть, киберметическая добавка. То есть, это, скажем так, та самая флешка в голове, которая может хранить все ваши лекции, которые вам могут понадобиться на зачете на экзамене, чтобы не возникала ситуация, вот как я сегодня, например, зачет принимал. Можно действительно общаться на иностранных языках. Как я смотрю, стыдно моим студентам стало. Говорить на иностранных языках, не изучая их и так далее. То есть, возможности безграничны. Ну, это если мы говорим об одном роботе. А если мы говорим о людях, человек сам по себе не живет, мы с вами существа социальные. И, наверное, стоит уже говорить о групповом взаимодействии роботов. Что это такое? По большому счету, эти исследования только начинают становиться. Но вот в 2014 году построили уникальную такую экспериментальную штуку. Попытались прежде, скажем так, необученных килоботов заставить выполнить задания. Они долго молчились, мешали друг другу, сталкивались, общались, помогали друг другу. Но рано или поздно они эту задачу решили. Что это дает? Мало того, что это говорит о некотором групповом интеллекте. Возможность просто неограниченная. Ну, вот, например, сегодня приоритет номер один в Соединенных Штатах. Беспилотников они именно занимаются этим. Это, скажем так, управляемый роль. Это могут быть роботы-насекомые с одним общим искусственным интеллектом, одним на всех. Не тогда, когда они, скажем так, подключены к общему облаку или имеют канал связи друг с другом, могут общаться. А тогда, когда каждый из них есть часть нечто большего. Нам сложно с вами это представить. Ну, наверное, как мы себя сценируем, например, с рукой, с ногой, с пальцем. Потому что это все мы. Ну, вот и здесь, наверное, точно так же. По аналогии. Далее посмотрим. Вот, по сути дела, мы можем говорить о появлении простейших, а может быть уже и не простейших форм искусственной жизни. Есть известная штука робот-блоха. Есть робота-насекомая. Уникальность их в том, что, по сути дела, они, кстати, бегают роботы-тараканы в пустыне Невады, Аризоны. Что они делают? По большому счету, они живут. Они получают энергию от солнца, заряжаются у солнечной батареи и постоянно ищут корм. То есть, где посветлее. Допустим, если где-то на камне посветлее, они залезают на этот камень, греются на солнце. Как только становится холодно, им надо пережить ночь, у них есть аккумулятор, естественно, который зарядился от этой сводочной батареи, надо спрятаться. Мы все знаем, телефон на морозе разряжается элементарно. Поэтому этот робот-таракан ищет свое укрытие, залезая в какую-то норку, где потеплее, что он определяет опять-таки с помощью датчиков. И сидит тихо, не расходует энергию, засыпает. Потом приходит солнце, он просыпается, опять ищет место, где есть корм, но если там сидит уже другой такой робот-таракан, он попытается его подвинуть. Насколько это простейшая форма жизни? Ну, вопрос достаточно хитрый. Далее идем. Могут ли роботы размножаться? Конечно же, мы считали всегда, что нет. И это было обязательно такое, базовое правило. Но однажды появились 3D-принтеры. И все изменилось. Но вот то, что на сегодня мы имеем. Но вот в Кембриджском университете и в Тюрихе ученые создали такую штуку. Робот-мать собирает роботов-детей, печатает на принтере их, собирает, высматривает какой самый лучший, оптимизирует свои собственные алгоритмы, и следующее поколение становится лучше. За счет чего может быть оптимизация? За счет анализа их действий, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что на прошлой лекции вы показались чуть-чуть, как развивается само по себе машина в мучении. Есть такое понятие, как, например, мутация. Мы благодаря с вами мутировали сильно от простейших и вышли из океана. И вот сегодня мы как будто бы сами природные. Это ускоренный способ мутации. Если мы говорим про технические средства, то тоже очень часто в машинном мучении используют так называемые ген-мутации, когда такой подход позволяет сократить количество циклов машинного обучения и ускорить процесс обучения самой системы. Можно ли это говорить про размножение? Ну, может быть, да. Если бы, скажем так, потомство или эти дети тоже могли печатать, тогда бы да, полноценно. Но я думаю, что рано или поздно это будет. Другой пример, он вообще интересный. В Амстердаме я достаточно, скажем так, с улыбкой отношусь к Амстердаму и всей их науке. И думал, что такое могло прийти в голову только им. Но они запустили вот такой вот процесс. Подвижные механизмы работают сами по себе. Анализируют друг друга. Смотрят, какой механизм побыстрее, пооптимальнее, по какому-то критерию. Находят партнера, обмениваются, скажем так, геномом своим, кодом конфигурации аппаратных средств. И появляется новое устройство. Вот здесь, скажем так, в мультяшной, может быть, немножко форме. Кстати, это настоящая картинка своих сайта. Но, скажем так, их ребенок, он действительно имеет кубики синего и желтого цвета. Сразу это видно, потому что программу «Док» мы посмотреть не можем. И это работает. Может быть, следующее поколение, следующее поколение. Поэтому очень хитро. Ближайшая перспектива. Я выявил буквально только четыре момента. Neuralink. Это компания Илона Маска. Я думаю, все мы прекрасно знаем. Это человек, который обидел наш Роскосмос за счет многоразовых своих ступеней. Да и вообще, по большому счету, кто-то говорит, это величайший инженер, кто-то говорит, это величайший инвестор. Это что-то, на самом деле, посередине. Но, наверное, это некий пророк, скажем так, в технической сфере. Непререкаемый пророк. Вот сегодня они запустили проект разработки нейронного кружева. Миниатюрные чипы, разумея нам это несколько никрон. Которые взаимодействуют с мозговым человеком и улучшают комплективные особенности. По большому счету, ну, 8-10 лет – это очень маленький срок. Я думаю, что этот проект реализуется. Очень многие тайны этого проекта, естественно, находятся в секрете. Потому что это серьезный коммерческий проект. Здесь огромные деньги завязаны. Но, по большому счету, о чем мы можем здесь говорить? Ну, наверное, повторюсь. Опять-таки, изучение иностранных языков, фотографическая память, элементы какой-то привнесенной реальности. Много всего. Facebook. Ну, здесь все знают, что это такое. Первоначальная идея, которая у них стояла. Они говорят о том, чтобы не работая с планшетом или смартфоном, с помощью мыслей сообщения посылать. Но это первая стадия. По большому счету, если мы с помощью своих мыслей можем посылать какое-то сообщение, какой-то месседж через свое аппаратное устройство, которое идет через сеть, наверное, мы напрямую можем транслировать свои мысли через эту сеть. То есть, общаться друг с другом. Телепатия. Ну, да, наверное, что-то вот такое, что-то подобное. Далее. Забавная компания. Тоже Кэрнл. Говорят о том, что они, кстати, запустили очень много проектов в самых разных сферах. Идеология следующая. Не создавать отдельный искусственный интеллект, создать что-то комбинированное. То, что дополняло бы человеческий интеллект какой-то вот приставочкой, примочкой или каким-то дополнительным программным уходом. Ну, и, может быть, самое интересное. Кэрнл. Тоже очень известный футуровок. Один из основателей Гукла и технический директор как раз по программам искусственного интеллекта. Вот он выдал очень интересную вещь. Он сказал, что в 30-м году мы будем посылать таких маленьких нанороботов, наноботов в мозг, которые обеспечат совершенно иной уровень восприятия, взаимодействия. Будет взаимодействие налажено с каким-то улучшим сервисом. Что это даст? Ну, вот на секундочку просто хочу, чтобы вы представили. Допустим, какой-то несчастный случай, авария. Сердце перестало работать, мозг после этого приятно функционирует еще минут 10. Это будет достаточно, чтобы подключиться к серверу и себя скопировать. Скопировать то, что у тебя есть, скопировать все то, что накоплено, и уйти в режим, скажем так, «выкол». Потом однажды это можно скопировать в другое место, включить, и снова как будто как ни в чему не было. В какой, правда, оболочке это неизвестно, это вопрос, но это, по сути дела, не фантастика. Это то, что планируют сделать сегодня компания. Когда ведущего специалиста в области искусственного интеллекта озвучили мнение, они сказали «нет, мы думаем, что он не прав. Это будет не 30-й год, это будет все-таки гораздо раньше». Поэтому мы с вами, допуская все это с вами, и увидим. Ну и вопрос, есть ли угроза от всего этого. Я вот привел высказывание двух людей, все они вам, наверное, хорошо знакомы. Хокинг говорит о том, что появление полноценного искусственного интеллекта может стать концом для человеческой расы. Знаете, он был одним из инициаторов некоторого обращения ко всем исследователям в области искусственного интеллекта о том, что надо уже сейчас принимать какие-то решения. Мы слишком медленные, эволюционируем очень медленно, техника совершенно по другим законам живет. Ну а Илон Маск аж прямо назвал созданным человеком демоном искусственный интеллект. Хотя при этом вкладывается в нем, вкладывается и вкладывается. Не было бы Илона Маска, может быть, и интеллекта искусственного, не было бы вот в том виде, в каком он есть. Но это частное мнение. А так, по большому счету, собрались очень много известных исследователей. Их было 877 ведущих специалистов в области искусственного интеллекта, плюс почти 1500 других специалистов, тоже известных инженеров, которые взяли и, собственно говоря, сформулировали вот такие принципы искусственного интеллекта. По большому счету, три самых главных посылки. Но первый посыл. Самое главное — избежать гонки искусственных интеллектов, особенно в военной сфере. Сегодня, если мы говорим про военную сферу, а это самое первое и самое главное применение, именно туда закачиваются самые большие ресурсы. Чем это нам грозит? Мы все четко понимаем. Второй момент. Поломка искусственного интеллекта должна быть обязательно обнародована. Ну, это как МАК, например, катастрофы авиационные. Все рассматривают. Здесь на другом уровне. То есть разработчики искусственного интеллекта, несмотря на то, что здесь спрятаны огромные деньги, должны все полностью озвучивать, раскрывать коды, почему это произошло, полный анализ, ибо иначе нас это можно даже убить. И третий принцип, я его полностью выделил красным — разработчики обязаны внушать искусственному интеллекту человеческие представления о ценностях, правах, свободе, достоинстве и культурном разнообразии. Все специалисты однажды говорят, что уже сегодня мы создали основу, этот искусственный интеллект будет развиваться. Мы не знаем, что произойдет дальше. Потому что законы робототехники мы коснемся. Дальше будет, они работы не будут. Но кодекса искусственного интеллекта, по большому счету, у нас как такового нет. Ну вот, попытались создать. И тоже, это мало, что ученые придумали. Вот Трамп так вообще объявил, что никакого глобального потепления нет, и не может, знаете, тоже общественность сполновалась. Но здесь ситуация другая. Комитет Европарламента по правовым вопросам задумался о том, не пора ли нам включать в юридическую практику понятие электронных лиц. То есть, что сегодня робот с искусственным интеллектом? Ну, скажем так, робот накосячил. Где-то сильно. Кто виноват? Производитель. Производитель. Они заложили неправильно программу, и как оно получилось? А если вдруг робот с искусственным интеллектом долгое время был примерным роботом, но обучался-обучался в каких-то условиях среды, и потом совершил что-то противонаправное. Кто виноват? Производитель? Не факт. Он только заложил возможности искусственного интеллекта. Среда, общество, люди, которые оказались плохими примерами для этого самого бедного робота. Кто робот в этих условиях? Мы не можем сегодня понять. Уже сегодня мы не можем понять, насколько роботы, скажем так, разумны, и каким образом происходят процессы, если мы проводим аналогии с человеческим мозгом. Что все-таки такое робот в ближайшее время? Это объект права человека или субъект, самостоятельный субъект? Это уже хитро. Но вот самое простейшее, может быть, пока Европарламент решает что-то, в Японии, в странах, скажем так, Тихоокеанского, Азиатского региона, они уже четко поняли, что в 30-м году роботы-андроиды будут с нами существовать. Значит, надо уже сейчас придумать какие-то, скажем так, правила, какие-то нормы взаимодействия роботов с ними. Ну, это мы с вами говорили про роботов, а теперь посмотрим, насколько люди, насколько мы с вами далеки от роботов. Мне, кстати, очень понравилось, у нас какие-то картиночки будут даже пересекаться со вторым докладом. Итак, я специально обозначил признаки живых систем. Я сейчас их буду зачитывать, а вы сразу же проводите аналогии с тем, что я сказал до этого, и посмотрите, можно ли это отнести к роботам. Итак, упорядоченная сложная структура. У человека это однозначно. У роботов есть? Далее. Организмы получают энергию из окружающей среды. Пример приводил. Реагируют на изменения окружающей среды. Сенсоры, датчики. Все понятно. Не только изменяются, но и усложняются. Примеры, мне кажется, тоже были. Имеют способность к размножению. До недавнего времени именно этот был постулат, и может быть, самым главным. Передают по наследству заложенную в них информацию. Отменяются генотипом, какими-то элементами, может быть. Ну и приспособленных среди обитания. Вопрос. Какие из этих принципов из семи, которые присущи живым системам, сегодня не подходят для роботов? Вопросы риторические, можно не отвечать. Ну и смотрим, что такое человек. Картинка достаточно известная. И я говорю, вы сегодня ее еще увидите. Давайте мы посмотрим на серединную картинку инженера. И что из себя представляет человек? Самое смешное, что так оно и есть. По большому счету, наш мозг – это электрические и химические процессы. Если мы говорим, что эмоция, эмоция – это прежде всего химия. Если наша, ну я вот на гуманитарную сейчас приведу, допустим, бренная оболочка, то, по большому счету, бренная оболочка – это очень мощная регенерирующая защитная система, приспосабливающая к самым различным условиям и оберегающая, ну если хотите, наш мозг или наш интеллект. Не знаю, каким-то таким образом. Вопрос возникает – можно ли создать живой организм? Есть такая наука – бионика, раздел кибернетики, который как раз изучает. И бионика позволила сделать достаточно много. Это и подводные аппараты, то есть по принципу биоподобия. Мы берем, потому что самый совершенный творительность – природа. Мы взяли, разобрали, посмотрели, подсмотрели и украли. И реализовали это в технике. Прекрасно работает, все очень здорово. Можно ли создать живой организм? Ну вот, давайте посмотрим. Вопросы тоже давно возникали. В 13-м веке гомункулы. И опять-таки вы сегодня про них услышите. То есть некая искусственная жизнь. Можно? Вопрос волновал давным-давно алхимиков. Но что мы можем сделать сейчас? Вот я представил 15-е, 16-е и начало 17-го года. Отдельно органы выращивать можем. Можем печатать отдельно органы опять-таки. Печать кожи, использованные специально для очарников. Печать костей. 3D-грунтную клетку недавно распечатали. И туда вложили распечатку. Выращенные отдельно органы человека. Можем выращивать мозговые клетки. Замечательно. Печать ДНК. Но это не совсем печать ДНК. Представляете, ДНК такая спиральная. Кусочки вырезаем, комбинируем как хотим. То есть не совсем печать, не на принтере. Но тем не менее. Далее. Нано-боты, которые сегодня начинают использоваться. Управление памятью. То есть можем стереть все негативные воспоминания. Улучшить позитивно, улучшить самооценку. Причем делается достаточно просто. Удивительно. Ну и второе направление. Киберги. Ну, скажем так. Помимо терминаторов, наверное, самое правильное и самое интересное применение сегодня, что активно используется это в медицине. Потому что видеосенсоры, видеокамеры вживляют магниты в уши для улавливания звука. Искусственные протезы самые-самые различные. Цифровые татуировки. Но имеются в том, что татуировки, которые снимают какие-то физиологические показатели. Ну, например, умереть сахар в крови. Посылают данные в какой-то улучшен сервер. Например, конкретному врачу. Напоминают про то, что нужно выпить. Таблетку. Ну, куча всего. Далее. Афианти-чипы. Взаимодействие с цифровой техникой. Примеров тоже очень много. В 2015 году, по-моему, был старт данный у нас в России. Один москвич себе в руку вставил карту тройка. Здорово проходит вот так. Вы можете себе. Всего. Причем, стоимость таких чипов, ну, она недорогая. Ну, буквально. Ну, я не знаю. Сейчас, может, порядка 50 долларов. То есть, можете все, придя в любой корпус, вместо того, чтобы вытаскивать пропуск, как раз в руку приложите. Красота. Сейчас, опять-таки, рассматриваются. Греф, наверное, был очень сильно рад. Вот как раз вот самый москвич Влад пытается вживить себе в руку чип от карты Сбербанка. Ну, а если мы говорим, что происходит там, ну, открывание, управление светом. Ну, в основном это, конечно, делают, скажем так, исследователи и люди, в хорошем смысле, помешанные на новых технологиях. Один товарищ себе в мост встроил такой биосенсор и научился дистанционно общаться со своей супругой. Тоже очень здорово. Ну, особенно, наверное, эти супруги всегда чувствуют эмоциональное состояние мужа и, наверное, знают, где он находится. Тоже очень здорово. Ну, и я сегодня уже вспомнил Ивана Маска и Роскосмос. Вот хитрость в том, что Роскосмос сейчас запустил программу, научную программу, рассчитанную на 30-40 год по всеобщей гибридизации. Что это такое? Одна из самых главных проблем, которая сегодня ограничивает полеты человека в космос, это время, ну, длительные, скажем так, перелеты. Ну, и пусть на втором месте это будет излучение. Очень вредно для человека, для многих его органов, в первую очередь для мозга. Ну, и очевидно, если есть проблемы, надо ее устранить. Поэтому многие органы человека должны быть заменены, когда мы полетим с вами на Марс. Я думаю, что это произойдет на нашем с вами веку, мы с вами это увидим. Тем более, есть уже проекты, которые собирают потенциальных заселенцев на Марсе. Причем они четко говорят, что это будет дорога в один конец, но они там поработают. И это действительно возможность войти в историю и космонавтики, и всего. Ну, и то, что хочет наш Роскосмос. Ну, мы знаем, что Роскосмос хочет у нас много чего. Хотя бы пусть начнут с того, чтобы протоны не падали. Ну, давайте пофантазируем. Они предполагают, что они действительно вживят нано-роботов в мозг человека, во все его органы. И потом эти боты потихонечку перестроят организм человека. Перестроят по-хитрому, используя, прежде всего, химические процессы. Но по факту мы получим с вами совершенно иное, как правильно сказать, совершенно иной субъект, назовем так. Существо, не существо, но много из того, что здесь написано, физически, скажем так, теоретически уже доказано. Какие-то подходы существуют, имеются. И, по большому счету, запустить СЕ, наверное, можно. Ну, вот здесь вот я представил то, к чему мы сегодня двигаемся. Куда мы идем? Вот первый робот 60-го года, 2000-го года. Робот, который начал реагировать на какие-то эмоции. Ну, и вот робот Android, кстати, китайский. В фотографии в интернете много похожих. Дескать, найдите, где здесь человек, а где здесь не человек. Ну, а вот куда движется человечество у нас. Я бы сказал, в сторону близкую к обратной. Ну, и ключевой, наверное, момент, на котором я бы и хотел закончить сегодняшнее свое выступление. Если человеку присущи черты живого организма, мы с вами посмотрели 7 основных признаков. И в то же время роботам присущи эти самые черты, значит ли это, что людям сегодня присущи черты роботов? Или наоборот, роботам присущи черты людей? Где находится эта граница? Ну, и, наверное, главный вопрос, кто такие мы? Чем мы отличаемся? Мы говорим с вами, что роботы управляются программой. Но значит ли это, что если робот не знает, что он управляется программой, что он свободен? Мы считаем, что мы свободны. Но мы знаем, что у нас заложена определенная программа сохранения, ну, скажем так, хотя бы рода человеческого. У нас есть много моментов, которые, по большому счету, скажем так, при общем взгляде мы могли бы привязать, ну, к каким-то программам, которые мы выполняем. Что такое тело человека, мы посмотрели. Чем все-таки мы отличаемся? Ну, не знаю, было бы, наверное, странно, если бы меня представили, как доктор технических наук, я закончил теологическими вопросами и сказал, что нас отличает только душа. Но, по большому счету, наверное, так оно и есть. Хотя возникает вопрос, что такое душа. Я специально, перед вот приходом к вам погуглил, ничего не нашел. Ну, вернее, нашел, естественно. Но что бы можно было вам сказать? Вот у меня свое ощущение, что душа – это, наверное, память эмоций. Но мы знаем, что эмоция – это химия. Может быть, память стремлений? Может быть, я вот здесь сказать не могу. Поэтому, наверное, вот на этой ноте я закончу. Самое интересное, я не преследовал сегодня действительно цель дать вам ответы на все вопросы, которые так или иначе я задавал в самом начале или как они были анонсированы. Наверное, самая была главная задача, чтобы вы тоже задумались, чтобы вам стало интересно. Ну и самое-самое забавное, что я не думаю, что кто-то знает ответы сегодня на эти вопросы в мире. Но мы с вами до этого доживем и узнаем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ